Две двухчасовые тренировки в день, постоянные сборы и соревнования, плюс учеба в Уральском университете физкультуры. Успевать везде Константин Пономарев привык с детства. Меньше месяца назад он завоевал титул интерконтинентального чемпиона по боксу среди молодежи. А 12 лет назад мама первоклассника Кости была категорически против занятий сына боксом. Очень отговаривал долго, водил по каким-то разным, другим секциям, футбол, баскетбол, еще какие-то виды спорта. Не задерживался больше двух тренировок нигде. Не хотел брать семилетнего бойца в свою группу в МИАСИ и первый тренер будущего чемпиона. Тренер посмотрел на меня, увидел мои глаза горящие, тренироваться, боксом заниматься. Начал тренироваться, тренер не пожалел, наверное, что так рано меня взял. Меньше чем через год Константин Пономарев взял свое первое золото на ринге в Златоусте. Мой год еще вообще не боксировал. Брали с тренером свидетельство о рождении другого мальчика, старше на два года. Ездили по этому свидетельству, боксировал с противниками, которые на два на год были старше меня. Мама всегда наоборот. Получу двойку, остаешься дома. Но как бы она меня не держала, все равно всегда срывался, убегал даже. Бывало без сумки убегал, приходил на тренировку, в чем пришел, в том потренировался. Ладно, хоть рядом жил. Уже в 14 на его бои засматривались старшие боксеры. Геннадий Ковалев впервые увидел Костю в ринге в родном МИАСИ. Уже показывал взрослый бокс, не тот молодежный, который там присутствует, а уже, то есть и характер был, и техника у него была на уровне. Средства самозащиты даже, да, в то время еще как бы, ну и не задумался о чем-то большем. Хотя бы, чтобы постоять за себя, уже было очень интересно заниматься. За Костю как бы смотрели и Лива с детишек. Он был очень перспективным в юношах. Это не свойственно профессиональным компаниям вести боксера с юношей, с детей. Обычно профессионалы идут, зрелые уже, взрослые люди, имеющие какой-то высокий результат, имеющие мотивацию. А мы идем нестандартным путем. 23 февраля 2011 года. Один из первых профессиональных боев Константина Пономарева. Ледовая арена «Трактор». Почти 8 тысяч зрителей. 17-летний боксер тогда нокаутировал соперника, который вдвое старше. Меньше месяца назад Константин Пономарев боксировал в самом центре Москвы на Красной площади. Во-первых, это фотки, потому что Красная площадь, Кремль, и тут мы на фоне этого всего боксируем. Ну, а в остальном все так же, я думаю, как и обычно. Бокс везде один и тот же. Бой сам протекал довольно-таки такой тяжелый бой. То есть и титул очень такой значимый. Ну, в целом Костя показал себя на уровне уже, то есть уже на взрослом уровне в профессиональном боксе. Я думаю, в дальнейшем ему покорятся еще другие титулы. Поддержать южноуральцев в столицу приехала целая делегация родственников и друзей. Однако болельщиков в линге он не слышал. Бывает, когда ты когда-то, когда бой, ну, очень такой напряженный, да, бывает, и где-то не слышишь. Ну, в основном всегда слышишь тренера, ну, кого-то главного, да, кого ты хочешь, ну, кто тебе подскажет, да, правильно, что-то. Уже в Челябинске Константина ждали фотосессии, интервью, мастер-классы для детей и первые автографы. Начали журналисты где-то, что-то там, пойдем, 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 пойдем. Очень такое, это, после боя, особенно, когда охота пить, там, охота отдохнуть еще, отдышаться еще не может. Тут подвигая, пойдемте, пойдемте взять интервью. Но ко всему этому боксер относится с олимпийским спокойствием. Успех, конечно же, может быть, есть, но слава, к этому надо относиться, я думаю, равнодушно. Как говорится, звездная болезнь, да, я думаю, она не должна присутствовать, тем более как в спортсмене. Чемпиона мальчишки и девчонки долго не хотели отпускать. И каждый из них теперь точно знает, чем займется на следующей тренировке. А интерконтинентальный чемпион по боксу сейчас готовится к экзаменам и планирует свою первую тренировку уже в качестве тренера.